Муж застрял в дверях. Все из-за кукол, все из-за кукол. Привет, ребята! Вы очень давно просили меня снять видео о моей кукольной коллекции. И вот он, тот самый день, он наконец-то настал. Сегодня я приглашаю вас на свои кукольные полочки, которых, кстати, не одна. Также покажу вам своих любимчиков. Пожалуйста, не жадничай и поставь лайк, если видео тебе будет интересным и понравится. А также не забудь подписаться на мой канал, нажимая кнопочку прямо сейчас, чтобы не пропускать следующие видео. Ну а мы погнали! Как же вообще все началось и почему я стала коллекционировать кукол? Конечно, это произошло в моем детстве, когда я была еще совсем маленькая. С детства я мечтала о куколке Барби. Но куколки Барби, к сожалению, у меня не было. У меня было 3-4 куклы, которые отдаленно напоминали Барби. И была кукла Синтия. Напишите в комментарии, помните ли вы таких кукол. И, возможно, они были и у вас. На тот момент в детстве у моей подружки был огромный-огромный кукольный домик. Он был практически, знаете, от пола и до потолка. И мы постоянно ходили к ней в гости, играли с куклами. У нее как раз было много Барби, Кенов. Понятное дело, что я завидовала и очень хотела себе тоже такой же домик. Но, увы. Но все равно я очень рада была хотя бы тому, что мы играли во все это. У меня был доступ хотя бы к ее куклам и к ее огромному кукольному домику. Дальше, когда я уже была подростком, любовь к куклам меня вообще не покинула. И я помню, что на тот момент были очень популярны куколки Братс. И на один из своих дней рождения я решила купить себе куклу. Я пошла в детский мир и купила себе куклу Братс. Это была довольно дешевая и простенькая кукла. Но я помню, я так ее обожала. Постоянно ее фоткала. Следующий Братс мне уже подарил Валера, когда мы с ним встречались. Я не знаю, как называется эта коллекция, но это, вот я вам сейчас покажу, такая милая кудрявая пиратка. Мне очень нравится ее образ. И я помню, что постоянно фоткала ее для своего письменного блога. Еще есть одна куколка Братс. Это школьница. Тоже досталась мне от Валеры. Тоже она очень мною любима. Эти куколки уже такие старые. Но они все равно имеют свое почетное место на моих кукольных полочках. И я от них просто без ума. Далее Братсмания, скажем так, продолжилась. И у меня появилось две куколки из-под категории Братс. Называются они Братзиллос. Это что-то вроде куколок-монстриков. Они такие устрашающие, но в то же время довольно милые. И их мне тоже дарил Валера. Вообще, как вы видите, вот эта полочка у меня очень разносольная. И здесь сидят несколько абсолютно разных куколок вместе. Здесь есть даже парочка Барби. Одна из них балерина. Ее мне дарила моя родная сестра. А также есть и милый олененок. Это подарок от моей подписчицы. Ну а еще в моей коллекции есть кукла, которая тоже сидит на этой полке. Это Мокси Тинз. В данный момент, насколько мне известно, это редкая кукла. Их вообще не выпускают. Я считаю, что это огромное упущение со стороны Мокси. Потому что эти куклы вот просто идеальны. Эта кукла непривычно высокая, необычная. Мне очень нравится ее аутфит. Чем-то она мне напоминает Эмочку или стиль Аврил Лавин. Эту куклу мне тоже подарил Валера. За что ему огромное спасибо. Я прям рада, что он успел ее купить, когда они еще продавались. Ну и переходим к более позднему моменту. Конечно же, меня охватила. Охватила всеобщая вот эта вот страсть и фанатизм на тот момент по куколкам Монстер Хай. Ну а вперед я выдвинула своих самых-самых любимых монстряшек. У меня здесь их пять штук. Это Нефера Денил. Это Изи Даун Денсер. Также это Бонита Фемур. Конечно же, это Вапирин Гаргон. Ее я просто обожаю. И можно сказать, что с нее у меня началась страсть к Монстер Хай. И также Венера Макфлайтроп. И, кстати, давно я даже снимала обзоры на монстряшек. Их вы до сих пор можете найти на моем канале. Я оставлю ссылочку вам на плейлист. Если будет интересно, посмотрите, как же вам Натали в роли кукольного блогера. И, кстати говоря, о монстряшках. У меня есть для вас очень классная новость. Я знаю, что любителей монстряшек на канале у меня много. И поэтому я хочу пригласить вас в сообщество, посвященное Монстер Хай в приложении Амина. Там вы найдете очень много единомышленников и друзей. А также сможете пообщаться в чатах, в видео и в голосовых чатах. Посмотреть фотографии кукол, выложить свои и так далее. А еще здорово то, что все это вы можете наблюдать прямо онлайн. То есть видеть, с чем же живет сообщество. Поэтому, если у вас есть куклы Монстер Хай, заходите в Амина и постите фото и историю ваших кукол там. Выставляйте фотографию вашей куколки Монстер Хай и короткий рассказ о ней в Монстер Хай в Амина с хэштегом «Моя кукла». Ну а пост с самым хорошим рассказом поставят на главную уже 25 августа 2018 года. Ссылочка на приложение в описании моего видео. Обязательно скачивай и вступай в сообщество МХ. Ну а мы идем дальше. Помимо Монстер Хай, которые стоят у меня здесь, у меня также есть и несколько ОАКов на куколке Монстер Хай и Эвер Афтер Хай. Кстати, забавно вышло, что когда я посадила всех их рядышком, получилось прям такое розовое, нежное, милое пятно. Я только сейчас заметила, что у всех у них есть много-много розового и вместе они смотрятся как будто подружки. И кстати, вот этот ОАК, который выполнен на Эвер Афтер Хай, мне достался от магазина «Империя кукол» и сделан он специально для меня. Эта куколка моя копия. Мне подарили ее прямо в коробочке, домике с прозрачной дверцей. И у куколки прям-таки своя комнатка внутри, которая очень сильно похожа на мою, только посмотрите. И кстати, у куклы даже есть кружечка с Хеллоу Китти, а я тот еще фанат Хеллоу Китти. Ну а теперь перейдем к моей самой любимой и самой дорогой кукольной полочке. Это куклы Пулип и Блайз. Хочу сказать о том, как мне понравились куклы Пулип. Все началось у меня именно с них. Когда я их увидела, я поняла, насколько сильно я хочу себе хотя бы одну Пулипку. Я залипала на них настолько, что распечатывала фотографии этих кукол с интернета, вклеила их в свои блокноты, постоянно смотрела их фоточки на сайтах, любовалась, прям-таки мечтала. И вот на мой день рождения, это было, наверное, года три назад, может быть, уже даже больше, Валера дарит мне мою самую-самую первую куклу Пулип. Это, кстати, Пулип Красная Шапочка. Я была настолько рада этому подарку, что я даже немного прослезилась. Я просто не верила своему счастью, когда рассматривала ее, держа в своих руках. Это действительно было настолько приятно. И мне казалось, что неужели, неужели у меня появилась первая Пулип. Мне прям в это даже не верилось. Кстати, у меня есть полноценный обзор на эту куколку, которую я снимала давно. Я тоже оставлю вам его под видео, посмотрите, если вам интересно. Ну и после того, как у меня появилась первая Пулип, я, в принципе, не мечтала о продолжении и расширении своей коллекции. Ну, потому что куклы эти не самые дешевые. Я думаю, ну нет, вряд ли, вряд ли у меня появится еще. Мне хватит и одной. Но не тут-то было, моя коллекция разрослась аж до 11 куколок. Именно столько у меня сейчас их и есть. И я ни за что не остановлюсь. Я буду покупать новых. Конечно, я покупаю не всех подряд, только тех, которые мне очень нравятся. Я люблю всех своих 11 Пулипок. Мне даже сложно выделить любимчиков. Но так как у меня видео с обзором моих кукольных полок, поэтому давайте я все-таки постараюсь выбрать свою, так скажем, любимую троицу. Конечно же, это и есть красная шапочка, потому что она у меня самая первая и, пожалуй, самая-самая любимая из-за этого. Эту куколку я просто обожаю. Дальше идет кукла. Это прекрасная Нано Чан. Это такой прям нежнейший котеночек с белыми локонами. И она выглядит прям как будто безе. Слишком нежная и милая. Еще у нее очень забавные ушки и хвостик сзади. Прям очень люблю эту куколку. Ну и, пожалуй, третья любимая куколка Пулип, это Акеми. Это такая зефирная неформалочка и меломан. Как вы видите, она в наушниках и слушает музыку. Я тащусь от ее образа, и она напоминает мне о моем подростковом возрасте. Куколкам Пулип можно закрывать и открывать глаза, также менять направление их глаз с одной стороны в другую и ставить их посередине. Для этого на затылке у каждой куколки Пулип есть специальные рычажки. И вообще, что особенно мне нравится в куклах Пулип, для меня они прям такие олицетворения нежности, хрупкости. Они очень изящные, и каждая из них очень-очень позитивна. Поэтому Пулип для меня настоящий антистресс. Я могу долго сидеть и держать ее в руках, рассматривать, и получаю от этого огромное удовольствие. Конечно, эти куклы не для игр, они очень хрупкие. Они именно коллекционные и созданы для того, чтобы вот стоять и украшать ваши полочки. Ну и, конечно, поговорим о куколках Блайз. Они у меня сидят здесь рядышком с Пулип. Я сниму поподробнее вам их отдельно, скажем, такой облет моих Блайзочек. Кстати, все началось вот с этого кастома, который я заказала у мастера в Инстаграм. Это было, кажется, прошлым летом. Это розоволосая девочка со стрижкой каре, кстати, которую зачастую путают с куколкой Берсика Мелиндой. И все-таки, если посадить куколок вместе и сравнить их, то видно, что они совершенно разные. Их объединяют только цвет волос и их стрижки. Моя кукла выглядит так, словно это старшая сестра Мелинды. Самое интересное, что из всех моих кукол Блайз имя есть только у одной. Видимо, у меня настолько плохо работает фантазия, что куколки у меня безымянные. Имя есть, кстати, только у такой неформально готичной малышки. Зовут ее Хлоя. Я ее просто обожаю. Она заказана у того же самого мастера, что и куколка, которая похожа на Мелинду. И, кстати, ее волосы могут менять цвет в зависимости от температуры воздуха. То есть, когда ей холодно, они ярко-фиолетовые. А когда тепло, как сейчас, они пыльно-голубые. И еще у этой куколки есть пирсинг под нижней губой. Мне очень нравится в ней эта деталь. Кстати, звучит странно, но куколок Блайз я считаю эталоном самых таких кукольных кукол. Звучит немножечко странно, но это в том плане, что у них круглые, практически идеально круглые лица. Почти что идеально круглый разрез глаз. Они прям как будто вот куклы, какие они должны быть. Ну, в моем понимании. И еще, кстати, у меня есть две оригинальных куклы Блайз, которые я привезла из Японии этой зимой. Я их еще даже не распаковала. Они стоят в коробочках. Я вот не знаю вообще делать мне это или нет, распаковывать или нет. Как вы считаете, напишите в комментарии. Мне прям немножечко даже жалко их распаковывать. Они там сидят как в своих домиках. И вроде бы им там очень даже неплохо. А еще на этой полочке, если вы заметили, есть три куколки Дал. Одна из них большая, это Хейва. Я о ней очень долго мечтала. У нее прям такие рожки. Она очень-очень мила. И две маленьких куколки Дал. Они буквально, ну, такие, как будто игральные. Единственное, у них очень классно проработанные лица. Вот, они у меня сидят здесь так рядышком, как будто три сестренки. Еще у меня есть две нераспакованных ретро куклы Барби. Они старые, из 90-х. Тоже пока что не знаю, буду их распаковывать или нет. Ну, наверное, все-таки распакую как-нибудь. А если вы хотите видео, где я их буду распаковывать, то ставьте свой палец вверх. И мы можем сделать это вместе с вами. На этом, ребята, мое видео с коллекцией кукол будет подходить к концу. Но у меня есть для вас приятный, я надеюсь, бонус. Дело в том, что коллекционирую я не только кукол, я еще коллекционирую поняшек. Это те самые пони, которые My Little Pony. Но одна загвоздочка и одна поправочка, то, что я коллекционирую не всех подряд, а только стареньких. То есть из 90-х, из 80-х, из начала 2000-х. И в моей поняшной коллекции есть даже поньки из 80-х, которые прям, ну, очень старенькие. Кстати, парочку из них я тоже купила в Японии. В современной Японии мне не очень нравятся, а вот такие прям-таки наслаждения для глаз. Они очень фотогеничны и отлично украсят яркие предметные фото. Ну и, конечно, у каждой есть своя история. Есть ли у меня среди подписчиков брони, кстати, отзовитесь. Интересно, насколько вас здесь много. На этом свой ролик я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось посмотреть на мои милые полочки. По-другому их и не назовешь. Я желаю вам отличного настроения. Мы увидимся с вами скоро. И всем пока!